Немедикаментозные методы обезболивания светлоклеточного варианта рака почки. Боль при раке почки возникает при прорастании опухоли через капсулу почки, где много чувствительных нервных окончаний. Вообще, возможно ли обезболивание без лекарств? Пути немедикаментозного обезболивания. Первое, если уменьшить размер опухоли. Второе, если уменьшить скорость пролиферации опухоли. Третье, если произойдет утолщение капсулы опухоли. И четвертое, если уменьшить чувствительность почечных нервов. Как можно достичь этих целей без лекарственных средств? Сегодня мы говорим только о светлоклеточном варианте рака почки. Он макроскопический, то есть внешне желто-оранжевого цвета. Под микроскопом клетки опухоли оптически пустые за счет накопления липидов, которые вымываются при приготовлении микропрепаратов. Поэтому опухоль называется светлоклеточная. Для синтеза липидов клеткам опухоли нужна глюкоза. Значит, если исключить все сладкое, то клеткам опухоли существовать будет сложнее. Правда это или ложь? Это научная статья и ее гугл-перевод. Здесь описан случай мужчины 72 лет с почечно-клеточным раком почки больших размеров Т3Б и с одним метастазом. Мужчина не получал специфического лечения противоопухолевого. У него был сахарный диабет и он принимал только противодиабетические препараты. И что мы видим? Желтая рамочка обозначена, что через два года после постановки диагноза компьютерная томография показала заметную регрессию опухоли без какой-либо системной терапии, кроме противодиабетического препарата. То есть, действительно, если снижать сахар в крови, то клеткам светлоклеточного рака почки будет сложно существовать. Еще раз подчеркну, мужчина никакого специфического онкологического лечения не получал. Он лечил только сахарный диабет. Другая статья говорит о том, что у больных с сахарным диабетом сахароснижающая терапия, безуглеводная диета и физические упражнения увеличивают выживаемость при светлоклеточном варианте рака почки. Что еще раз доказывает, что безуглеводная диета улучшает состояние здоровья и ухудшает прогрессирование опухолевого процесса. Следующие пункты – это как можно снизить пролиферативную активность клеток светлоклеточного рака. Это большая статья о микробиоте кишечника. В исследовании участвовали 51 пациент со светлоклеточным раком почки и 40 здоровых добровольцев. Ученые сделали следующий вывод, что при светлоклеточном раке почки в толстом кишечнике был больший рост таких бактерий, как блаутиев, стриптококус, руминококус, рамботсия и элбактерия. Для здоровых людей были характерны больший рост привателлы, лахноспира, лахноклостридиум и эзебурья. Один из штаммов они выделили – стриптококус лютентензис. И в клеточной культуре светлоклеточного рака этот микроорганизм через трансформирующий фактор роста способствовал пролиферации, миграции и инвазии светлых клеток почечно-клеточного рака. Кроме того, внизу ссылка на другую статью, где сказано, что использование антибиотиков у пациентов с метастатическим светлоклеточным раком почки до или сразу после химиотерапии ассоциированы с уменьшением эффективности лечения. То есть микробиота имеет большое значение для пролиферации, миграции и инвазии светлых клеток. Можно ли как-то повлиять на микробиоту? Например, эти микроорганизмы, их много при светлоклеточном раке почки. Известно, что блаутия не любит масло. Значит, можно допустить, что увеличив в рационе сливочное масло, можем снизить количество блаутии. Руминококи любят хлеб и томаты. То есть можно предположить, что если в рационе ограничить хлеб и томаты, то руминококов станет меньше. И, например, те виды стриптококов, которые были ассоциированы со светлоклеточным раком почки, они характерны для животных. Соответственно, ограничение контакта с животными будет благотворно влиять на микробиоту кишечника онкологических больных. Может, действительно ли изменение микробиоты таким образом повлияет на течение и прогноз при раке почки достоверных научных исследований? Нет. То есть это чисто мои умозаключения. Это очень интересная статья о работниках завода химической промышленности, где используются тяжелые металлы. И здесь получилось так, что микробиота людей, которые подвергаются действию тяжелых металлов, она очень похожа на микробиоту, которая у больных с почечно-клеточным раком. Соответственно, если ограничить воздействие тяжелых металлов, то, скорее всего, можно санировать микробиоту, то есть она будет как у здоровых людей, где чаще всего в обыденности получает человек тяжелые металлы. Это сковородки старые, которые с царапками, и поэтому можно рекомендовать пациентам с онкологическим заболеванием почек убрать из дома все старые сковородки, миски и купить новую посуду. Опять же, это мои умозаключения. Научных статей об этом нет. Следующее. Как можно сделать так, чтобы капсула опухоли была толстой? Капсула опухоли, она образована волокнистыми структурами здоровой ткани. Дело в том, что опухоль растет, раздвигает близлежащие здоровые ткани, клетки, атрофируясь, погибают от сдавления, а волокнистые структуры остаются, образуя таким образом капсулу почки. Для волокнистых структур необходим цинк. Соответственно, если у человека нет дефицита цинка, можно предположить, что капсула опухоли почки будет формироваться хорошо. Об этом научных работ нет. Это мое логическое умозаключение. Но есть другие работы. Например, одна из них, что цинк может быть эффективным в профилактике лечения некоторых видов рака. А в другой работе, обработка низкими концентрациями хлорида цинка, могли эффективно ингибировать пролиферацию, миграцию, инвазию клеток светлоклеточного рака. То есть, действительно, восполнение дефицита цинка и его диагностика, например, по анализу волос, имеет большое значение для пациентов со светлоклеточным раком почки. Следующий пункт обезболивания у нас был снизить чувствительность почечных нервов. Так как нервы расположены очень глубоко и непосредственно на них воздействовать невозможно, то речь пойдет о рефлексотерапии. Несколько статей о том, как рефлексотерапия помогает для уменьшения боли при онкологических заболеваниях. Поэтому здесь я отметила, что это действительно правда, что рефлексотерапия обладает обезболивающим эффектом. Но воздействовать на зону почки не рекомендовано, так как это может увеличить кровоснабжение почки и способствовать большему росту опухоли, то здесь рефлексотерапия идет, например, через массаж стоп. И научные статьи гласят, что рефлексотерапия с массажем стоп снижает интенсивность боли при раке почки. И здесь история мужчины о том, как он 2 месяца только с помощью мануальной терапии обезболивал рак почки. Эффективно.